Итак, всем привет, с вами НТПГ, мы продолжаем играть в Дербрудер Каринш за Россию с Лениным. Если вы вдруг не подписаны, обязательно подписывайтесь. А у нас тут новый рассвет для России, и красный гигант уже скоро будет пробужден. Поехали. И война в Сербии продолжается очень успешно. Я бы очень хотел нашу танковую дивизию модифицировать сюда, начать тяжелые танки включать, расширить до 42-х ширины фронта, инженеров, в общем, это много чего. Но опыт мы сейчас экономим, чтобы поставить вот сюда офицерский корпус. А учитывая то, что у нас вот этот генерал скоро может получить повышение, то я, скорее всего, поставлю здесь. Либо, второй вариант, я просто его переставлю. Просто я хотел бы, чтобы он левелапался уже с плюс шанса получить стат. И вот, смотрите-ка, здесь уже с севера мы их поджали. Давайте-ка. Сейчас, ладно, атака закончится. И зажимаем их полностью. Вот, и австрийцы потеряли несколько танков и матризованные дивизии. На самом деле, не такая дешевая для них потеря, учитывая то, что у них в военной промышленности это почти и нет. Это мы, Россия, щедрая душа. 31 военный завод, больше, чем кто-либо здесь имеет. Давайте даже сравним с Америкой. И да, в Америке, кстати говоря, не такая маленькая промышленность, и фабрик тоже очень много. Если у них там проблемы есть, слава богу, иначе было бы слишком страшно. Так что, да, еще, наверное, Америка могла бы себе такое позволить потерять. И эти ребята готовы. Я думаю, давайте займемся вот этими сейчас. Потихоньку сейчас, в общем-то, всех выбьем. Вообще, нам можно было бы еще 2-ти здесь переделать гранд стрелков. Благо, у нас есть на это ресурсы. И самое главное, здесь пополнение есть. Как вы помните, если вы вдруг смотрели немцев, то в прохождении за Германию там не было возможности нам ничего сделать здесь, пополнения не было. Мы считались здесь окруженными, вот в этой стране. Может быть, потому что это национальная территория здесь, и что-то еще. Но, в общем-то, не уверен почему, но так это работало тогда. Так, ну раз это есть, типа повышается рейтинг отобрения, хотя, по-моему, цифры вот здесь вот и вот здесь вот какие-то неправильные. Тем не менее, нас они устраивают, и мы сейчас должны, как появится у нас команда ресурс, поставить себе Василевского. А пока его нету, давайте попробуем найти какую-нибудь еще хорошую реформу. Я подозреваю, что вот это должно быть неплохое. Но усилие по национализации звучит, как будто это какие-то фабрики, либо что-то еще. Давайте проверим. Да, это действительно фабрики. Снизится на большую величину, либо просто снизится. Блин, звучит, кстати говоря, грустно. Давайте на 4% снимем, мы все равно потом сможем повысить. И давайте, не знаю, здравоохранение должно повысить. Возрастет, либо снизится. Надо, конечно, я думаю, увеличивать его. Так что сюда вот, плюс еще палитку получим. Не понимаю, зачем делать это, если мы можем сделать вот это. Верно, государственное здравоохранение, тем более, да. Так что это, я думаю, отличная тема. И у нас есть возможность еще что-нибудь попробовать. Давайте земельные реформы, не знаю. Это ящики со строительства. Недится, либо возрастет. Возрастет, конечно. Ну, 22%, но мы получили неплохое количество фабриков. Нормально. И начинаем наступление здесь. Внимательно следим за тем, чтобы он не апнулся. И да, мы не уследили. Увы. Тогда уже, наверное, не будем менять. Ну и без особых проблем здесь можем добить. Но я бы, наверное, формил бы еще вот эту гору. И не спешил бы добивать. Потому что нам очень нужен опыт. Идем в растущую руку Ленина. Пульт личного теления нам введен. Доставят нам неплохие бафы. Прекрасно. Стабильность, кстати говоря, потихоньку-потихоньку возрастает. Это всегда приятно видеть. И да, мы справились с вот этой вот частью. Можем теперь остановить это наступление. И готовиться вот сюда атаковать. Своя очень странным образом вот этот вот фронт делается. Почему-то они не хотят нормально остановиться. То есть, видите, вот здесь вот эти территории ставиться они не хотели. А сюда их нормально. Ну ладно. Начинаем атаку. Все наши дивизии наносят урон и формят нам опыт. Это прекрасно. Можно немножко их разобщить, чтобы побольше получить, чтобы подольше шли битвы. Итак, Ленин вырастил еще одну руку. Теперь пробуждает своего красного гиганта. Звучит, кстати говоря, очень-очень страшно. Теперь можно нажимать кнопки на увеличение рейтинга отобрения. Это приятно, но пока политку я бы сэкономил. У нас ее особо и не дают. Как обычно, ждем вот сюда командных очков и политки. Но политка есть. И красный гигант Ленина пробудился. Прекрасно. У нас теперь нету раскола. И у нас теперь Ленин это спаситель Родины. И политическая поддержка, я полагаю, это вот это. Рейтинг отобрения, наверное, я не уверен. Но как будто это оно. И теперь мы можем брать такие фокусы обстрелы. У нас фокусы вот эти фокусы, которые дают не так много. Ограниченный экспорт брать вообще мы не хотим до 35 дней фокуса тратить. Вот это приятный бафчик. Его бы, наверное, сразу взять. Но тут есть 5 ТНП, в которые можно сразу выйти. И скорость строительства. Я думаю, мы сюда именно сразу и пойдем. Потому что это поинтереснее, чем остальные бафы здесь. Военка у нас подождет, очевидно. До лучших времен здесь у нас тоже ячейка есть. Классная, но пока тоже подождет. Потому что ТНП все-таки поважнее будут. У нас очень много ячейок. И в идеале бы выйти в модель тяжелых танков, чтобы начать исследовать тяжелые танки. И сделать их пораньше. Как и средние самолеты. Поэтому, скорее всего, мы сейчас зайдем до ТНП. До сюда. Потом в ячейку, самолет и в танк. И добили почти шторпят здесь. После чего останется лишь чуть-чуть здесь подобивать. И наша сервер победит. Будет отлично. И вот оно, третий интернационал готов. Начинаем наш первый пятилетний план. И бегом-бегом за ТНП. Потому что 5 ТНП нам неплохо так должны подбафать. Нашу экономику. А еще мы очень успешно докачиваем морскую Доктерину. И я чувствую, что война у нас будет полностью готова. И еще сверху немножко опыта будет. И тут мы уже добиваем оставшейся 5 дивизии не той серпии. Здесь все готово. И последняя провинция. И эту войну можно будет считать законченной. Конечно же, нашими силами прекрасно. И бафчик на добровольце, я смотрю, пропал. Хотя мне об этом не написали. Ну да, он пропал. Что неплохо, потому что это вернет нам нашу поддержку войны. Заделаем нашу фехотную дивизию до полноценной артиллерийской. Добавим туда еще, конечно, инженеров. Но это все как у нас появится опыт. И вот портналоговый налог есть. Всего 16 ТНП у нас. Вот эти два ТНП, конечно, немножко нам портят. Малину и стабильность у нас небольшая. Что еще у нас 5% лишает. Но мы с этим, я думаю, разберемся. Давайте, что мы возьмем? Наверное, бафы сразу. В теории, вот это вот технические бомбардировщики, в теории, это средние. Томолеты, и я смогу их начать уже исследовать под бафом. Ну что, давайте попробуем тут, что у нас имеется. Здесь мы можем с одобрением работать. Вообще стоит, но не прямо сейчас. Давайте пробуем делать вот эти вот кнопочки. Тут эти тоже ресурсы у нас хватает. Борьба с вырождением. Да, просто плюс палитка и... Ну да. Почему бы и нет? А, подожди, снизится. Я просто так нажал, 50 палитки потерял. Круто. Что тут у нас еще есть? Давайте профсоюзы. Стабильность возрастет, снизится. И снизится, потому что вещь, ну да, здесь есть объем производства. И я думаю, это то, что нам нужно делать, потому что стабильность опять-таки мы выключаем. У нас есть в теории на этой кнопочке. Да, у нас есть стабильность в неделе, это базовая. Здесь объем производства станет нам классным бафом на всю игру. А так, бафчик этот готов. И вот тут выбор, идти в ячейку исследований, в танке, или в политику. И я думаю, стоит заняться, наверное, политикой. Было бы, наверное, неплохо. Но объективно говоря, нам это слишком мало выхлопа. Все-таки объемы какие-то хотелось бы взять. Тут тоже еще есть объем. Там есть объем. Давайте пойдем в танки. И побыстрее сделаем себе хорошие танки. И здесь мы можем уже начать исследовать средние самолеты. Потому что что на новом объеме и военные заводы, если строить на них нечего, верно? Надо сразу строить хорошее. Так что идем туда. И продолжаем строительство прекрасной нашей промышленности. Посмотрите, как много у нас военных заводов будет в будущем. А пока что огромное количество фабрик имеется. Саксония атаковала на Пруссии. Пруссия начала свою кампанию по объединению. Кстати говоря, в ней остался Гермон Геринг. А вот мы и доделали примерно нашу пехотную дивизию. Нам надо будет еще достроить ПВО. Но это разумное количество ПВО. В принципе, все плюс-минус, как нам и надо. Я еще пошел в Концпром, потому что почувствовал, что можем. Потому что мы очень долго будем производить одни и те же единицы. И Концпром, в принципе, в таком случае посильнее будет. Тут нам накидают опыт армии. Исследование, кстати, бонусов на поддержку артиллерии. Это очень звучит приятно. Как и на певодку. Потом можно будет исследовать вот это с бафом. Исследовать новые зенитки с бафом. Ну, в общем-то, приятно. Хотя я, наверное, пошел бы в улучшенную тяжелую пушку. Так что, наверное, я два бафа потрачу вот сюда. А в палитку пробуем дальше. Так, давайте сразу стабильность неделю все-таки возьмем. Надо. И чем, что у нас повезет, не повезет. Так, вот растет. Или поснизится. Я думаю... Просто опять стабильность, наверное, взять. Смотрите, здесь снизится. А у нас за что-то можно его повышать. Вообще, наверное, вот это вот... Мы сбросим у кого алкоголизма. Да, давайте, потому что мы сможем вот эти кнопочки понажимать. Верно? Я думаю, верно. Как бы мы камбэкнем сейчас эту поддержку, наверное. Если здесь нормальный... Ну, 4%, а как будто да. Как будто кэшбэк нормальный. И давайте, что тут, борьбу с коррупцией. Малые меры подавления коррупции, либо исключительно на коррупции. Снизится на большую величину. Опять-таки, это, наверное, уже не так сильно выгодно. Наверное, просто среднее подавление коррупции надо делать. И дальше всеобщее избирательное право. Все голосуют. Снизится, либо снизится большую величину. Хотя все голосуют. Как говорится, тут главное, чтобы кандидаты были правильные в бюллетенях. Верно? Потому что бюллетеней нет. И Ганновер уже поехал. Скоро будет начинаться война с Австралининой Грией. Я чувствую. Но, я думаю, мы, во-первых, уже текущими силами сможем, скорее всего, победить. Поэтому можно не спешить строить военные заводы. А нам еще надо будет реформировать танки наши. И к нам хотят присоединиться объединенные донайские княжества. Да, конечно. Конечно, берем. Итак, у нас достаточно опыта. Горнострелки у нас тоже не хватает еще ПВО. Давайте добавим, чтобы уже точно были готовы. И теперь занимаемся нашими легкотанковыми дивизиями в скобчиках. И делаем из них теперь тяжелотанковые дивизии. Конечно, опыта нормального нам не особо хватает. Но, как есть. Я хотел здесь вот сделать наступление. Потому что здесь есть холм. Через него нужно пройти. И потом там успешно, так сказать, зайти в Туза Австрии. Главное не передать им Балканы. Но тут нет снабжения. Поэтому здесь танки наши применяться не будут. К сожалению, увы. Ну что ж, тогда у нас есть площадка, где точно танки смогут что-то сделать. Давайте туда их и направим. Тут еще, кстати говоря, сейчас, как вы помните, на оружие пехоты нам полезные бафы будут. А потом еще и механы мы сможем делать побыстрее. Так что очень важные исследования. Конечно же, танки более чем важные потом тоже будут. Вообще, наверное, можно начинать потихоньку делать военные заводы. Танки, конечно, не топовые сейчас будут у нас. Но их, если что, переделаем. Потому что все равно, пока мы не исследуем новые, делать мы будем на текущей базе. На текущем шасси танки. Так что будем просто... Нормать вот эту вот прекрасную кнопочку модифицировать из резерва. И еще тут есть очень забавный моментик. У нас есть только один конструктор на тяжелые истребители. Зачем я думал поставить вот это, но хотя бы пускай отсюда баф нет. Тяжелые, на мой взгляд, скорость не самые лучшие бафы для тяжелых истребителей, но тем не менее нет. Здесь их забыли. Здесь только стратег-бамптировщики. Здесь палубная вся авиация. То есть берем просто на плюс 20 надежности баф. Наверное, самый бесполезный из всего, что возможно вообще. Но это самое главное, да, это там плюс темпы исследований. И как бы нам нужны темпы исследований, чтобы быстрее их сделать, эти вот самолетики. Конечно, пушек нормальных не хватает, но как есть. И вот начинаем исследование новых пушек. Они нам и поставятся на наши текущие танки. Которые мы, я надеюсь, вскоре до них дойдем. Было бы очень плохо, наверное, поставить плюс скорость рейса военных заводов, но опять-таки, может чуть-чуть потерпеть. Потому что очень важно именно заражить быстрее нужное какое-то снаряжение, которое мы будем производить. Также заполняем доп. оснащением, доп. поддержкой. Что нужно в нашей танковой дивизии. Конечно, она еще очень далека от идеала. Но я не спешу добавлять моторизованной дивизии, потому что я буду добавлять туда механизированной дивизии. В батареанном смысле. И вот наши военные заводы уже начинают заполнять наше производство танков. Прекрасно. И давайте дожмем кнопочки, которые остались у Ленина. Армия заслужива в двери, либо политические комиссары. Что не нажимать это? Панель ресурс не терять. Нажму. И здесь военные заводы снизятся, либо на большую личину. Можем потерпеть. Задуманчивая военные заводы я не против. И нужно выкачивать рейтинг одобрения. И нужно выкачивать стабильность. А еще текущие легкие танки пойдут в разведочку. И поэтому мы их сделаем немножко смешными. Но какими вы увидите чуть попозже. И вот у нас есть самолетики. Новые. Давайте делать наши классические безумные тяжелые истребители. Что я могу сказать. И пока, если честно, не слишком безумные. Как бы двигатели слабоваты, орудия недостаточно хороши. Но ничего, мы дойдем до нужного уровня безумия чуть попозже. А пока что мы можем начать заполнять эффективность. И мы наконец-таки подошли к фокусу на танки. Прекрасно тоже. И здесь у нас все готово. Куда мы идем. И вот сюда мы тоже выходим. Добавно, что вот мы сейчас следуем консу пром 3. И вот этот фокус не пропустится. Из-за того, что у нас... То есть он дает бафы на исследование. Я его просто сам пропущу. Потому что я считаю, что либо он пускай давал бы бафы на все. Тогда было бы логично. Либо пускай он бы пропускался, если он следовало на все три технологии. То есть он просто 35 дней сделает ничего. Будет у нас, когда мы следуем вот эту теху. Есть какой-то женирик 27т. Да. Вот это классический анекдот. Заходит по полу в банк. И вот... Первый получает точка, второй получает точка B. Я подозреваю, что, наверное, это что-то вот из этого. Наверное, берем этот. Но, наверное, в сексуще, конечно, сохранюсь. Потому что предсказать последствия таких решений, ну, невозможно. И мы заключили стальпак. Окей, да. Все-таки, наверное, это то, что нам нужно. Учитывая то, что вариант сверху. То есть как будто основной. Наверное. И мы сделаем прекрасное тяжелое орудие. Это здесь было, кстати говоря, как вы можете видеть, я так понимаю, среднее. Да, среднее орудие. Так что, да. Наш танк сейчас преобразится. В скобочках опыта не хватит. Ну, я, наверное, возьму этот баф внезапно. Потому что тяжелым танком моим будет не хватать надежности. И будет не хватать скорости. Как ни странно. Поэтому именно это я, пожалуй, себе и возьму. И сейчас вместе с этим бафом начнем исследовать следующий тяжелый танк. Путь не так, кстати говоря, долго. Следовать уж скорость строительства и объем. Ну, и два военного забутика так получим сверху. И, наверное, стоит дореформировать армию, потому что я чувствую, скоро будет война. Стальпакт был заключен, наверное, не просто так. Переключаем пехотное снаряжение на новое. ППШ-2. И наши танки готовы, но, в принципе, ради они нет. Не готовы. Потому что нам еще у них поставить надо будет механ. И вот этот бафчик нам очень пригодится. Дальше я думаю, либо пойти сюда, либо пойти вот сюда. Здесь 10 объема и здесь еще 5 объема. То есть собрать бы эти бафы и еще здесь 10 объема. Это давайте, наверное, сначала заберем самые доступные бафы на объем производства. Потому что армию мы сможем просто посидеть чуть-чуть в обороне. Это мы потерпим. А вот объем производства, чем раньше я возьму, тем больше он нам даст на дистанции. И задеплойли мы наши танковые дивизии тяжелые. Они, опять-таки, не готовы. Ну, уже, во-первых, они уже могут воевать, если что. У них, конечно, арги нету. Они выглядят такими себе. Но в теории воевать они уже способны. Хоть и так. Условно-сомнительно, я бы сказал. Так что мы тихонько будем их доделывать. И дотренировывать, конечно же. Это, пожалуй, кстати, немножко с армией. Тут переработать, так сказать, вопросики порешать. Кавалерию, допустим, вообще распустить. Нам она не нужна. И сделать здесь нормальные стаки. И расставить уже фельдмаршалов и вот это все. Так, Василевского. Да, я, наверное, поставлю на танки. Я его случайно поставил сюда. Хотел сюда поставить. Давайте Маннергейма, наверное, мы апнем. У него статы вроде как чуть-чуть получше. Хотя у Жукова атака получше. И расход припасов получше. Что, пожалуй, наверное, Жукова было бы получше сюда поставить. Объективно говоря. И почему бы не вкачать ему оборону. Да. А здесь сейчас расставим пехотных генералов. Типа вот таких вот ребят. И Маннергейм отправляем командовать дивизиями вот здесь. Сутка. На самом деле, конечно, он будет просто нашим вторым фельдмаршалом. Которому мы будем давать дополнительной армии, которая сюда не поместится. Очевидно же. И здесь мы создаем нашу танковую армию. Как раз таки под Василевским. Вот отсюда Василевского можно снять и поставить сюда. У нас здесь есть, я видел, интересный генерал. Владимир фон Манштейн. Он неплохой. Либо уже просто поставить вот такого парня с блестящим стратегом. Было бы, наверное, тоже неплохо. Но, наверное, давайте кого-нибудь именно прямо пехотного. И так как мы его ставим, можно сделать побольше дивизий под него. Сюда же просто ставим какого-нибудь танкового генерала. То есть, к примеру, просто вот этого. Оп. Плюс здесь объема есть. Военно-обязанное население пока что может подождать. Нам было бы очень неплохо, если говоря, качнуть себе этот вот павчик. Тоже очень сильный. Для войны с Пруссией потом тоже поможет. Но давайте сначала в объем. Как я и говорил. Заберем все бафы на объем, которые нам только доступны. И можно поднять поддержку войны базовую и стабильность. Сюда вот следующую плитку сливаем. Сейчас в сфере Великой Европейской Революции. Господи, звучит очень забавно. Но нам без разницы как. Нам нужно сейчас Австрию будет победить. Построил я так же тут радарчик. Он нам неплохо должен помочь потом на западе. Какой-то инцидент в Индии. Окей. Нас это мало интересует. Я еще понял, что у нас не хватает поездов. Срочно стоит немножко их начать делать. И еще 10 объемов у нас есть. Посмотрите, у нас уже 87% бафов. Да, объем прям супер жесткий. Можно даже чуть-чуть где-то снять. И, кстати говоря, можно было бы уже сделать те самые, как я и обещал, смешные легкие танки. Разведки. Да, следующая модель у нас все равно не скоро. Можно делать. И это будут наши бензобаки. Да. Мы делаем так, потому что этот баф, точнее, как бы горючая, даже если в разведке, насколько я помню, полностью будет применяться. Ну и, конечно, можно сделать его еще будет так. Вороню поменьше, потому что там она не нужна. И самое главное, 8 км в час, чтобы он поддерживал. А нам больше, как бы, от него ничего и не надо. Главное, подешевле. Я думаю, вот какое-то вот такое вот чудо для нас пойдет. БТ-КВ. Пойдем. Это теперь у нас основа нашей армии. Ну, снова, как говорится, нашей легкотанковой разведки. Я говорил, видите, да, они дают неплохой запас горючего для нас. Что нашим тяжелым танкам очень пригодится. Ну, и я подозреваю, что уже вот-вот будет война, поэтому давайте доделаем вот эти фокусы. И потом выйдем вот сюда, пожалуй. Как бы объем весь мы что могли взяли, кроме вот этого. Ну, здесь всего 5, мне кажется, 70 дней на это. Лучше 70 дней потратить на то, чтобы армию доделать. Будет неплохо, потому что пока что у нас с армией тут есть некоторые проблемы. А тут мы себе поднимем атаку, защиту. И, в общем-то, сделаем очень солидную армию. На этом, пожалуйста, с этой серией все. Ребята, с вами был Лабгай. Обязательно подписывайтесь, если вы еще вдруг не подписаны. Лайк, комментарий, ребят, в виде Скорд. Все, ребят, как обычно. Бусти тоже появился. До скорых встреч. Всем пока. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова